Приветствую всех, ребята! С вами Саша Джекернаут, и как вы поняли, по названию, по превьюшке, сегодня мы поговорим про армию. Это вообще тема наболевшая, тем более вы, мои подписчики, сейчас растёте, пусть вы школьники сейчас, все мы с этим столкнёмся. То есть, тогда, когда нам надо отдавать долг Родине. Конечно же, это дело благородное, но этот год, который мы потеряем, он нам очень сильно скажется. Итак, на данный момент сложилось два мнения по поводу армии. Первое. Пойду служить. Ну и, как всегда, второе. Полная противоположность. Аля, ну вот, короче, если я с пацанами там... Призывник Распиздякин, вам повестка. Нет, конечно. Прикинь, что? Спрашивают, пойдёшь, ты служить или нет? Ха-ха-ха! Так вот, я придерживаюсь больше всего второй версии, сейчас я вам попытаюсь объяснить, почему. В армии служить и служить Родине, вообще, это дело такое гордое, и ещё повелось со времён СССР, что вот все прям должны отслужить, все там получить военный билет. Он у меня уже есть. То есть, меня списали из-за травмы колена. То есть, врач-хирург, там, конечно же, было много мороки, то есть, мы там собирали различные справки, там, рентген, описание снимка. То есть, проблем с этим было много, и просто так вы явно не откосите. И сейчас появились такие мошенники, которые даже в Инстаграме, то есть, на меня подписались, и в названии там было «военные билеты», «права», «недорого». В общем, чем это плохо? Во-первых, с вас возьмут деньги, не факт, что вам это всё сделают. И даже если сделают, то, я вам повторюсь, подделка документов, это считается статьёй, потому что военный билет, это считается уже как государственный документ. И его подделать, ну, как бы нельзя. Вас могут вот так вот скрутить у всех на виду, и, в общем, в полицию. Ну, вот вы и задались вопросом, а как же можно откосить легально? Надо, в общем-то, рыть с самого детства. Были ли у вас какие-то травмы, болезни? То есть, это всё, конечно же, многие люди не знают, но из-за некоторых болезней вас тоже не могут взять в армию. Это, допустим, проблемы с кожей. То есть, если у вас экзема, вас могут списать и не взять в армию. Если вот у вас, допустим, что ещё? Недовес. То есть, многие парнишки такие худенькие, они вроде спортивные, там, бегают по улицам, то-сё. Но получается так, что у них недовес, и их тоже не берут в армию. Перевес. То есть, есть вот такие вот реально ходячие бочки, которых тоже не возьмут по вот такой простой причине. Что ещё может быть? Самое главное, ребята, я думаю, многие мы в детстве хулиганили и получали какие-то травмы. Если у вас был какой-то перелом, и вам делали операцию, то есть, вставляли туда либо спицы, либо какие-то другие народные предметы, то есть, железяки. Бывает такое, ребята. То вы достаёте эти справочки. То есть, всё, вот когда у вас, допустим, будет медкомиссия, там, в 10-м ли классе или в 11-м. Вот, вы эти все справочки показываете вашему хирургу, который у вас сидит в военкомате. А он уже выдаёт вам направление, чтобы вы опять сходили на рентген или ещё куда-то. В общем, реально. Геморрой с этим много. Ну, конечно же, ребята, армия это неизбежно. Если вы не получили военный билет, даже после университета вас заберут. То есть, у меня вот многие были знакомые, с кем мы играем в КВН. Вот, они вот, ну, вроде такие весёлые, там, всё, но после четвёртого курса они всё равно идут в армию. То есть, пускай они с вышкой, пускай они с дипломом, их это как бы ничего не спасёт. Есть вариант пойти в магистратуру. Конечно же, так сложилось, что не все согласны со мной. И многие даже рвутся попасть в армию на А-категорию. Прямо вот бегают, собирают различные справки, а где у них проблемы со здоровьем, пытаются как-то договориться с врачом, чтобы он им поставил категорию А. Так вот, что я вам, ребята, скажу. Не стоит рваться в армию. Лучше уйти после 11 класса и пойти выше в военное училище. Там вас, конечно же, будут гонять подольше, но вы уже будете трудоустроены, у вас и стипендия большая будет. То есть, стипендия, запомните, не армейская зарплата, а сама стипендия. Вот. И образование у вас высшее будет, ну, и, в общем-то, жизнь будет как-то понасыщеннее, нежели в армии. Вот. Ну, ребята, в любом случае, решать вам, вот, а слушать мы можем только, ну, наверное, родителей. Вот. Это ваше дело, служить или нет, я лишь вам высказал свое мнение и поделился опытом. Я уже в армию не пойду, но у вас еще все впереди. Давайте, ребята, удачи. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Саша Даггернаут. То есть, конечно, вас в армию не заберут. Вот и все, а. Кругом слева, хунгером справа, передам ему привет. Суббота, просто или став парад. Расключаю, как препарат. Наш дрип долгий, две дороги и тебя убирает. Малышки, мокнуть, самый прайм-тайм. Мечту держи и не отпускай. Стремимся ввысь прямо и...